всем привет еще раз вторая часть до снимая обзоры да все вот эти обзоры снимаю в один момент и x30 от компании бегота также самое долгожданное колесо все очень ждали но делали конечно вариации модели туда мастер потом мастер про мастер x поменьше батареек а сейчас еще вы выкатили x30 конечно самое главное в этом кусом колесе потому что технологически да то есть и в плане дизайна этих логических решений это все тот же самый мастер там даже на подвеска больше как они говорят t4 здесь получается чем от мастера там какие-то изменения даже честно говоря никогда сильно и не вдавался до технически потому что технические дела немножко отошел то есть не занимаясь таким сервисом больше у нас есть сервисный центр отдельные в этом плане здесь да хотел бы сказать для всех выходцев да и страны снг знаете потому что у нас есть магазин до физический и сервисный центр у нас прекрасный варшаве мы там обслуживаем все колеса поэтому если кому что надо будет обращайтесь в варшаве у нас есть сервисный центр починим все сделаем и продадим вам колесо можете забрать его физически то есть на месте посмотреть поговорять даже прокатиться сможете поэтому ребят просто это знаете имейте это в виду так что говорю вдаваться здесь такие подробности глубокие я не хочу и не собираюсь потому что я объяснял своим свою позицию да то есть мне не нравится такого варианта колеса где эти батарейки отдельно сайта рама да с подвеской тоже то все объяснял не хочу из никакого хейта нового нагнетать постараюсь вам главное объяснить в этом колесе до главные моменты отличие допустим от того же мастера и отличие там от мастер про да и что мне больше всего понравилось что не понравилось да опять же коротко да покрышка вся та же самая цст ужасно менять лучше поставили покрышка в командире и видел что говорю есть 30 первых версиях была покрышка в командире стояла не знаю решили не поставить это сюда опять шипастую ну быстро и колесо мощно зачем эти шипы я не знаю куда они там эти горы все ездят тоже не знаю ставим это все на их усмотрение дальше что подушки новые да но сама стиль тоже приклеиваем их так же сам отдельный из коробки также самый 3м тейп который не держится и здесь здесь момент который хотел бы и отметить именно тот что они же поменяли эти корпуса ведь они впереди железно да все все говорили что типа тип но корпуса пластиковыми ушами которые были пластиковые корпуса конструкция вся некрепкой потому что эти корпуса они еще и выполняют часть всей прочности всей конструкции то есть понятия все разобрать это все вообще болташка такая ставите батарейки все скручиваете все крепче до был пластик было легче но пластик до падает ломается уши отрывается все переломится сгибается в баранку не нравилось да и плюс конечно для самих батареи то не безопасно да то есть бьешься там батарея взломалась все и пошел все в огонь как говорится гореть поэтому сделали металл но эти подушки они их пластику фигово клеились короче металл они вообще никогда не держат. Поэтому это важный момент, который вы должны знать. Это еще, конечно, в плане дизайна, как это все выглядит. Здесь впереди такие вот бамперочки, тут бамперочки, нижняя часть. И вот как эти углы здесь вырезаны. Это все вообще не работает. Это все неудобно. Вот эта часть здесь, где вы видите, посредине, между подушками, такая вот узкая. Я не знаю, почему она такая узкая. Но она такая узкая, что она режет в эти ноги здесь. Она в эти ноги режет и мне прямо ментально. Я только встал, у меня сразу заболели ноги. То есть, ну, неудобно. Ужасно неудобно. Режет. Ну, разгоняться вперед, они слишком далеко впереди. Там вот эти вот упоры маленькие, далеко впереди, неудобно. Задние, задние, не найти. Маленькие, где-то далеко, не найти. Их просто нет. И в ноги еще и режет. Вот такой вот удобный. Это все надо снимать. Просто выбрасывать. Лучше в коробку вообще не класть. За это деньги не платить. Люди уже опять ставят пластины, вырезают тут туда, отмечают там лекалы, вырезают из пластика, приклеивают, прикручивают на них подушки. Ну, понимаете, опять говорю, все. Все это уже проходили. Все это уже мы видели. Все это знаем. Все это надо колхозить, короче. Что хотелось бы сказать конкретно. Да, эти корпуса, конечно, стали тяжелее. Они тяжеленные, блин. И эти металлические. Особенно не столько сам тяжелый корпус, сколько тяжелые вот эти металлические из пластины, которые вставляются с двух сторон. Хороший момент то, что да, там сейчас есть такая уже как бы присутствует гидроизоляция. То есть эти пластины такие эти, но там на них еще резинка такая прокладка есть. Типа ее вставляешь и она так прям заходит на этой прокладке. Прям туда уже так вода, если в озеро не утопить, но вода туда точно так просто не попадет. И в этом плане сейчас батарейные сети, конечно, защищены лучше. Что конкретно, да, экономически? Ну, вы видите вот эти моменты, да, что вот это вот. Это вот еще, когда колесо у нас, ну, накачено и выставлено, да. Когда колесо прыгает, да, и оно туда поджимается, то эта штука еще и опускается вниз. То есть, ну, они вылезают. Поэтому, конечно, с бордюра прыгните, можете вдолбать. Задняя поставка тоже, как вы видите, стоит слишком низкая. Я когда ехал по ступенькам, когда катался на видео, вы видите, я, честно говоря, очень сильно переживал, чтобы не зацепить, не до его задней поставки. Она там прям пролетала на видео, прям я видел, прям пролетала так, что прям оно еще в чуть медленней скорости, я бы точно зацепил. Так, типа, вроде бы на скорости пошел, но я, честно говоря, мне было некомфортно. Думал, сейчас я цепану, короче, и полечу с этого колеса. Было не весело. Поэтому это тоже важный момент. Это сделано не для оффроуда. Это колесо вообще сделано не для оффроуда, не для даже базовых каких-то трюков. Потому что можете нарваться на неприятности. Зацепите батарейными отсеками сзади или поставкой сзади. Полетите вы с этого колеса очень весело. Фара. Фара другая. Светит таким желтоватым цветом. Очень яркая, да, такой пучок побольше. Лучше, чем в Commander Pro фара. Действительно лучше, но опять же, да, то есть, ну, пучок такой слепящий, ну и пучок. Сверху у нас экран. Опять же, все как в Commander, все как в этом, в Master. Вроде бы экран чуть-чуть видоизменился. Там даже цифру выставили, даже на мой взгляд немножко побольше. По крайней мере, визуально. Видно его хорошо, на скорости видно нормально. Все технологически так же сам осталось. Ручка все то же самое. Тоже это выдвижная ручка. Единственный момент, что они здесь добавили, не добавили здесь ручку спереди. Сделали, здесь можно взять теперь, это хорошо. И они хоть эту ручку добавили в новом Master Pro тоже. И сдавали, здесь сдали ручку, тоже можно взять под амортизаторами. С ручкой под амортизатором важный момент и очень опасно, если я уже руки отбил, потому что эта ручка находится здесь вот ниже. Видите на фотографии. И когда вы берете ее рукой, и когда у вас амортизатор, типа, ну как бы подвеска вся разложена, амортизатор стоит так. А когда подвеска складывается, амортизатор вот так вот бьет. И он долетает почти до этой ручки. До ручки он не долетает, но он долетает до ваших пальцев, короче. И когда ты будешь его со стола, если его так взять, да, и так его от веса на пол, так его бум, амортизатор вам вот так по руке сделает. И это очень тоже, я уже получил. Со стола его тоже снимал. Он тяжелый, а вес этого колеса 49 килограмм, и оно, блин, действительно очень тяжелое. Это, конечно, жесть. 49 килограмм. Для такого колеса, ну опять же, да, ну, дофига. То есть, и прямо в машину, с машины, со стола на стол, ну, блин, уже все, предел. 49 килограмм, это реально за много. То есть, по ощущениям. И когда ты, говорю, его спускаешь, и оно прям 49 килограмм вниз тебя тянет, ну, представляете, ну, это же женщину взять 49-50 килограмм, ну, это женщину вот так взять просто и поставить за две ручки. Тяжеловато, говорю. Хорошо, что они есть, но слить за задней ручкой. Система амортизатора все то же самое. Тот же амортик от Бигода. Та же, только этот вот подкручивание этого ребаунда. Поэтому здесь вообще комментировать мне нечего. Все это я уже объяснял, рассказывал. Мне это все не нравится, это все не работает. Я говорю, когда Шермана, я ехал на Коммандер Про, потом поехал на Шермане, и потом встал поехать на этом, и я накачал его почти 350, и, короче, поехал ехать на этом, ну, и просто все, я просто такой еду, что это такое, господи, да что это? Ну, это вообще ничего не рабочего, это все надо менять, переделывать, я не знаю. То есть, даже не хочу комментировать здесь. Ручка то же самое, два порта зарядки, порты нормальные по 4 пина. Зарядник стандартный в комплекте у нас. Насос стандартный, как и в Мастере, как и везде. Зарядник стандартный, 34 вольта, 3 ампера. Ничего нового здесь сказать не могу. Самое главное, что я хочу сказать, ну, первое, да, по педалям, да, педали у них здесь новые, облегченные. Слава Богу, они их хоть немножко облегчили, потому что, если бы были еще педали, такие, допустим, как в предыдущих поколениях Бигода, там было бы еще под минимум килограмм, и общий вес уже составил бы того колеса 50 килограмм, то есть, ну, в таком варианте. Считаю, да, считаю, что это уже, так, перебор для такого колеса. Важный момент, да, который хотел бы отметить эргономически, помимо того, что на педалях, ну, не педали, с этими подушками ездить совершенно невозможно, это испортило кайф от езды. Важный момент в другом. Важный момент в том, что здесь хорошо именно соотношение, да, я объяснял, что в Мастере педали за высоко, неустойчивые, здесь педали не за высоко, хорошо стоят, регулировки, как я вижу, здесь нету, да, все одним куском, отрегулировать ниже, выше не выйдет, но высота педали здесь хорошая, да. Я, конечно, понимаю, что высота педали хорошая, за это все здесь ниже, опущено, и поэтому он стабильно едет по дороге, но зато вы теперь здесь не имеете возможности на этом колесе где-то прыгать и так далее, залазить, слазить, и большая вероятность зацепить. Но, зато стабильность у него хорошая, на скорости она едет хорошо. Вес 50 килограмм без одного килограмма ему не мешает чувствоваться этому колесу комфортно в ногах, да. Я, ну, чуть-чуть замечаю, ну, не так, я бы сказал, что прям сильно замечаю, вот разницу, допустим, я ехал там на Sherman S или на этом, да. Она чуть-чуть есть, но даже, говорю, если бы наклеить нормальные подушки, может быть, даже я этой разницы бы и не заметил, это все доделать. То есть, даже при том условии, что оно очень тяжело, его тяжело поднимать, таскать и так далее, оно не ощущается в ногах таким тяжелым. И это большой плюс для этого колеса, и плюс оно очень стабильное. Я говорю, хорошая поворота, так же, как и Commander Pro, как и Sherman S, все контролируемо, все управляемо. Мне здесь, говорю, никаких нареканий в этом варианте нет. Мне все понравилось. Как вот оно, я на нем, говорю, там, 65, наверное, выжимал, 65 едешь, все стабильно, тебя никуда в бок, никуда не тянет, ничего не сносит, все удобно. Чувствуешь себя уверенно даже на этой, в фуфловой этой покрышке, да. Знаешь, эта покрышка неудачная, надо менять ее сразу же, но даже на этой покрышке чувствуешь себя достаточно уверенно на такой скорости, потому что вот эта вот вся, ну, общая структура, как оно все сделано, посажено, и, да, я еще, как понимать, центр тяжести тоже сместился, потому что эти тяжелые, эти батарейные отсеки, все это дело внизу, и вот центр тяжести пониже, плюс еще хороший мотор тяговитый, то есть, и он еще инерцию имеет, хорошую, то есть, крутящий момент, и плюс гироскопический эффект хороший развивает, то это все добавляет такой стабильности и уверенности. Поэтому, говорю, здесь я, это будет короткий обзор, потому что больше сказать особенно, ну, тут не о чем, понимаете, повторяться мне за все эти, за всю эту подвеску нерабочую, ну, нет смысла, смотрите обзор Т4, смотрите обзор мастера, смотрите обзор мастер про, я там про подвеску все уже рассказал. Главный самый момент, самый главный момент, вот эта гордость, да, от Би Годыша, наконец, спустя столько времени, они родили новый мотор, потому что мы все катались с вами на C30 и C38 моторах, катались уже, я не знаю, сколько N лет, еще там, начиная там, с технологии, там, я не знаю, чтобы сейчас не соврать, наверное, с 84 вольт, игры с 100 вольтовыми колесами, там, C38, C30, High Speed, High Torque, там, всем просто надоели, потом вот, слава богу, они перешли с C38 мотором и с 34 вольта на мастер, это уже было достойно, и всем эти мастера из-за этого полюбились, но это все равно был C38 мотор, да, и здесь, как бы, вот я объяснял, что, да, что с 34 вольта мотору C38 помогает, да, на больших скоростях помогает, но он все равно, то есть, как бы, ну, вот, по торможению, вот, ты ощущаешь, что что-то с этим мотором не так, что он такой на стероидах, что он очень на стероидах, так вот, наконец-то выкатили новый мотор, прочный, здоровый, с офигенно широченным диском, диск шире, чем в Шермане, то есть, ну, диск такой, в принципе, прикольный дизайн, в плане дизайна, да, красивый, даже, даже эта покрышка, на него уже натянута не вот так, а натянута вот так, то есть, но, то есть, ему бы здесь даже, наверное, хотелось бы, я так вижу, что может даже и пошире покрышка, но здесь только шедевность, у нас, конечно, уже не позволяет, здесь, ну, пространство, пространство, между, всунуть что-то шире, но, тем не менее, диск очень широкий, и, самое главное, да, мощность, да, вы все ждете этого от меня, извиняюсь, болею, так вот, он едет лучше всех, да, то есть, в плане разгона и торможения, ощущается, моментально, он едет лучше Sherman S, в плане разгона и в плане торможения, тормозит он будет очень похоже, как Sherman S, там, но, опять же, в силу этих подушек, которых нету, да, я не смог, ну, приложить похожие усилия, да, то есть, как на Sherman S или на Commander Pro, но, что я могу точно сказать, что он едет точно бодрее, чем едет даже C38, да, на том же сетапе батареек и контроллера Commander Pro, лучше разгоняется и лучше тормозит, 100% и снизу, и на верхах, и тормозит он, говорю, лучше, чем Commander Pro, значительно, и очень похоже, как тормозит Sherman S, но разгоняется он лучше снизу и на верхах, чем разгоняется Sherman S, да, и это ощущается, это мощность, да, и она именно, даже здесь, наверное, не в моторе, я предполагаю, ну, что эти моторы очень похожи, да, по своим возможностям, я предполагаю, может быть, нет, но основная, конечно, роль играет эта система, да, за 34-х вольтовой, и вот на скорости, там уже 50 км в час, просто там нажимаешь, и просто ты на столе гонишь, там, ну, вообще не страшно, даже, честно говоря, страшно только заиграться, знаете, честно, реально страшно заиграться, потому что ты просто даешь, и ты прям чувствуешь, что он просто идет моментально, то есть это ускоряется, разгоняется, там просто, ну, вот, для тех райдеров, да, для тех райдеров, которые, как бы, такие вот, ну, психованные, и готовы там толхозить, подвеску, все остальное, да, наверное, все-таки EX30 будет, да, здесь чемпионом, то есть, вот хотите что-то нового, да, поиметь, там, ну, то есть вот в плане, вот, вот V13, там, да, тоже всех, вот там, ну, для психованных, да, то есть кто там хочет 90 выжимать, там, с места носом в пол, там, и смотреть, что будет, то вот это, это вот тоже тот вариант, понимаете, когда вот с места в пол, там, и просто смотреть, что будет, в этом плане, да, в этом плане здесь хорошо, так что, такое вот, такое вот наблюдение, да, мое, мотор действительно годный, то есть вот я вот опять же, да, скажу такое, то есть вот этот мотор надо, как бы, в Commander Pro, вот этот мотор в Commander Pro, и убрать вот эти ролики, да, с Commander Pro, и поставить туда хорошие амортизаторы, хотя бы такие, как стоят в Sherman S, вот, и экран, да, нормально туда поставить, то есть, ну и ручку, вот, и вот, вот, вот прямо было бы тоже, на чем бы я хотел бы кататься, то есть, да, это было бы прям все all in, знаете, все в одном, да, ну вот, получается, у нас есть 4 колеса, на рынке, да, одно очень мощное, безопасное, но недолго едет, и тяжелое, самое тяжелое, есть очень мощное, и очень неудобное, колесо, есть колесо, средней удобности, средней мощности, да, но, скажем так, технические решения, некоторые там, заставляют задуматься, да, как говорится, о durability этого колеса, и есть колесо, не самое мощное, не самое далеко проезжающее, но зато, самое приятное в использовании, самое удобное, самое эргономически разбалансированное, и самая лучшая подвеска, именно работающая, да, ну вот, понимаете, вот такой вот выбор получается, между всеми этими колесами, и об этом мы поговорим с вами, буквально, в следующем обзоре, да, именно про все эти три колеса, мое мнение.